Паум чика паум паууа Веселые пятницы Уука,ука,ука,ука Пыщ, прыщ. И да, ребята Это последние веселые пятницы Я смотрю, много кто там обрадовался, да На самом деле, это последние пятницы В этом месте, то есть в этой квартире Потому что совсем скоро я переезжаю Так что берите чай, садитесь, буду вам рассказывать Как своей лучшей подружке, лучшему другу То, что у меня сейчас происходит, что я сейчас планирую И в целом В моей квартире сейчас такой бардак И вот как хорошо, что я такой перфекционист и живу с вами, знаете, вот в вымышленном мире, где все хорошо, и хорошо именно там, куда направлена моя камера и обзор ее, потому что все вокруг здесь пижама валяется, все подушки, какой-то носок, чистое белье, тут остатки каких-то косметических средств, чехлы от телефонов, просто несколько штук, вот прям вот друг на дружке. Это полотенце или это рюкзак? Я не знаю. Открыты шкафы, везде валяется бижутерия, потому что я искала бусики, там валяется гладильная доска и сушится белье, какой уже, не знаю, день, потому что она уже высохла, но мне лень его убрать. На кухне валяется шкурка от сосисок, потому что я только что позавтракала, и дай бог в моих зубах нет остатка еды, потому что я совсем скоро переезжаю, я знаю, что я вам летом рассказала о своем переезде, показывала вам квартиры, куда буду переезжать, только ремонт, который там начинался. Но сейчас я подгоняю маму, так, кто там не пишет, и всех прорабов не знаю, какой. Я говорю, так, ребята, вы что хотите, делайте, я хочу отсюда свалить. Такие задолбали писать, здравствуйте. Так как я начала писать видео, напишу, что буду позже. На самом деле, когда я перееду в новую квартиру, там будет только, не знаю, стены, побелка, я вам это скоро покажу, буду показывать, как я собираю свои вещи, как я все раскладываю. Я сейчас читаю даже книжку «Искры радости. Проста счастливая жизнь в окружении любимых вещей». Уверена, это какой-нибудь бестселлер, я прочитала буквально там страниц, может быть, 60, но только-только вот азы порядка и все изучаю. На самом деле, я очень щепетильная и, знаете, такая придирчивая. Кстати, в этой книге есть отличная мысль о том, что нужно навести порядок в своем предыдущем жилье, то есть вот сейчас в этом, чтобы потом переехать в новое. Так будет лучше. Нет, не будет, потому что мне лень. И пока я начала читать эту книгу, у меня засралась вся квартира. В этом вся моя логика, но действительно нужно убраться, и скоро я буду рассказывать во влогах, как я это буду делать. Так что, если вам что-то обо мне интересно, что вы хотите узнать о моей жизни, пишите внизу в комментариях, потому что я сейчас снимаю неделю влогов, буду загружать на следующей неделе. И да, я знаю, будут те люди, которые скажут «эх, выложишь два ролика и потом забьешь». Ребята, с такой позиции и с такой мотивацией делать ничего мне лично не хочется. Так что как-то померьте пыл вот эти вот негативные люди, потому что мне нужна поддержка. Это не то, что типа «наклепал, снял, выгрузил и давайте мне мои деньги». Это не так все работает со мной, мне нужна уверенность в том, что вы этого хотите, и вы меня поддержите. Мой план такой, что моя съемная квартира, ее контракт завершается где-то в середине февраля. Но я такая «хмм, я хочу быстрее переехать», поэтому все уже начали оформление там документов, и в квартире, которая строится, быстрее начали делать ремонт. И плюс я такая «так, середина февраля я должна отсюда свалить, но я хочу сделать это раньше». Правильно, надо уехать в другую страну. Я нашла выход, очень странный, потому что это нифига не выход, это скорее оправдание того, что «хмм, я хочу побыстрее свалить куда?» Ну, конечно же, в Японию! Хотя это, вы знаете, огромная моя мечта, поехать и попутешествовать в эту страну. Я вообще в последнее время повернулась на всем азиатском, вот этом кавайном и милом. Я не знаю, я обожаю всех корейских, тайских, бла-бла-японских и китайских блогеров. Я их смотрю и ни черта не понимаю. Прекрасно, когда у некоторых есть субтитры. Порой к моим видео тоже они нужны. Так что я еду на очень долгий срок в Японию. Ну, а не знаю, говорить ли вам даты, когда я буду возвращаться. Это очень грустно звучит, но, поверьте, наверное, к весне-таки я буду в Москве. Это было сложно очень урегулировать со всеми приглашениями и с прочим, но... Это будет. Еду не одна, еду с своим молодым человеком, и да, он у меня есть. Здравствуйте. Благодаря этому человеку мне хочется быть еще более милой, уютной, красивой. Плюс еще делать уют в доме. Но так как я скоро переезжаю, и у меня здесь все всрато, в один вечер он спонтанно захотел приехать ко мне в гости, и я такая, так, стоп! А у меня там все очень плохо! И в итоге я такая, так, фэк, за час я этот Армагеддон не устраню. Ребята, это был такой стресс, потому что я как вспомнила, сколько у меня на машинке белья... ...стираного, неглаженного. Я как полетела домой быстренько убираться. Мало того, когда я сейчас живу здесь одна и последние буквально дни, у меня в холодильнике вообще, вот вообще ничего нет. Я такая думаю, так, хумусом перекусит, хреном запьет. Эээ, хозяюшка. Я вообще думала, что в эту квартиру больше никто в гости-то не придет. Я никого не приглашаю, так и типа, так, окей, это мой хлев, такой некий загон, а можно даже сказать гараж. Тут у меня хранятся мои вещи, но тут я не живу. Я головой где-то в Японии. И когда я пришла домой, я еще видела, что Зюта мне все обгадила и описывала. Я такая, супер! Так что, как бы ни странно это звучало, но в последнее время я очень себя посвятила отношениям. И пускай это звучит так по-бабски! Но это действительно то, что мне доставляет удовольствие. Это то, что... не знаю. У меня очень много есть красивых слов на эту тему, но боюсь некоторых я могу обидеть. Ну, типа, это так по-женски. Ну, честно, я люблю готовить. Мало того, я люблю прибираться, помогать, вдохновлять. Я такая, на самом деле, вот во всем понимании, такая девушка-девушка этого вот, да, как бы сверху я такая... Хотя в последнее время я слишком стала, знаете, такая... Детский контент! Не ругаюсь, никого не опускаю, терплю унижения в интернете. Светая! На самом деле нет, я... У меня остался такой хороший кусочек стервы, просто который такой... На кусочек, ну еще и скушай, малюточка. Ой, ты моя хорошенькая, иди уберись, Танюшки, постирай носочки, сложи. Паша Снопков спрашивает, про настолочки расскажи. Вот, в настолки я играю, и, наверное, те, которые мне больше всего понравились. Мы сейчас начали играть в игру, по-моему, Древний Ужас. Очень сложная игра, но при этом хотя бы разобрались. Там мифические всякие существа, демоны, которые вылезают из потустороннего мира, и нужно их как-то закрывать, убивать эти порталы. Их тоже, короче, эх, интересно. Очень странно, но мне нравится. Древний Ужас, Пандемия и Каркасон или Кракасон. Я всегда забываю, как правильно его назвать. В последние несколько месяцев скопилась такая огромная коллекция настольных игр, что это просто вот каждый вечер садимся, изучаем новые правила. У меня мозг кипит, писается. Я в последний раз так напрягалась на уроке геометрии. Когда я меня еще ненавидела училка и постоянно склоняла к каким-то непонятным вопросам про мою сексуальную жизнь. В 16 лет. Нет, наверное, это логично. Если ты хреново учишься, скорее всего, ты где-то там с парнем зависаешь вместо того, чтобы делать уроки. Нет, я просто тупая. У меня никого нет, и я ни хрена не понимаю вашу алгебру и геометрию. У меня есть MP3-плеер, альбом Fallout Boy и пошли все в жопу. Хотя мне кажется, я на самом деле очень азартный и также удачливый человек, поэтому, когда я кидаю кости, типа такая пип, я такой, вау, у тебя все получилось, ты молодец, я все сделала, я так, да? Как хорошо, смотри, ты вот победила, я такая, да что ты, я победила, я что-то сделала. Я ей просто как бы фишку подвинула. Мне хоть тут везет, а? Ну вот эти вот, настольщики, блин. Вот такие вот забавные истории о моей жизни. Настолки, неделя влогов. Подождите, я же сегодня ночью вернулась из Сочи. Я там каталась в розахутере на сноуборде. Первый раз в жизни. Три раза подряд, точнее, три дня, там по несколько часов. И что вы думаете? Копчик разбит просто нахрен. Но я умею стоять на этой доске, чертовой матери, и даже спускаться с горы на... Сейчас будут термины на заднем канте. Отлично, несколько не покатушек были, мне безумно понравилось. Я вообще на лыжах как-то... Вообще хоть когда-то стояла на сноуборде? Никогда. Это как-то так. Я должна быть крутой и заниматься спортом, потому что в последние годы пара килограммчиков отложилась. И нет, чтобы меня не бесили, они у меня отложились все в попе, и я такая... Мы сейчас зафиксируем вот это вот место, поднакачаем и такие хопочки, и опять без сахара, без хлеба поживем. Без зеленого чая моя кожа просто не в себе. Очень много антиоксидантов, и от этого у меня прекрасное самочувствие и ровный цвет кожи. Так что пишите внизу в комментариях, что вы хотите увидеть из моей жизни, потому что я буду снимать именно про свою жизнь, очень в простом таком формате, говорить с вами, показывать, что у меня где стоит, какая шелушинка где валяется. Надеюсь, вам понравилось это видео, узнали о том, что у меня сейчас происходит, какой у меня настрой и что я делаю, немножко творческого, немножко там работки, личной жизни, путешествия в Японию, переезды. Так что жизнь сейчас очень активная, и надеюсь, я вас держу в курсе событий, всего того, что у меня происходит. Мне очень приятно с вами делиться, и это то, что я всегда хотела делать, потому что у меня не было друзей, и мне всегда нужны были люди, которые меня поддерживают и слушают. Так что ждите недели влогов, знайте, что я вас очень сильно люблю, и знайте, что ваши пальцы вверх, которые вы можете поставить мне под это видео, очень меня мотивируют и дарят мне отличное настроение. Сейчас я сяду на машину, поеду на встречу, там еще одна встреча, и вечером еще снимать. Я вас очень сильно люблю, оставайтесь такими же позитивными и креативными, и всего вам самого светлого. Пока.